Музыкант с большой буквы. Именно так можно сказать про Олега Ивановича Телепнёва. Коллеги даже шутят, что он родился со смычком в руке. Отличная учёба в музыкальном училище и красный диплом Государственной консерватории имени Луначарского. Как и только работа в Государственном академическом симфоническом оркестре БССР. А вот на Гродненскую землю музыканта привела любовь. И уже здесь, вместе с преподаванием, мастер приступил к работе над новым проектом — создание Гродненской капеллы. За свои упорные труды в этом году Олег Слепнёв был удостоен премии имени Александра Дубко в номинации «Музыкант года». Именно в Гродно своё основное орудие — скрипку — Олег Иванович сменил на более необходимый в то время альт. С виду эти инструменты очень похожи, однако как и в структуре, так и в звучании есть ряд определяющих отличий. Даже внешне отличается по размерам, конечно, прежде всего. У нас есть ансамбль солистов, который даёт концерты в дошкольных учреждениях. И там детям мы показываем рядышком, ставим альт и скрипочку и говорим, что это старший брат скрипки. Альт — очень своеобразный и ценный оркестровый инструмент. Свою привязанность к этому необычному инструменту Олег Слепнёв связывает скорее не с его возросшей популярностью, а больше со своей человеческой особенностью — познавать и развиваться. Такой интерес был к этому изучению, чтобы он поддался в конце концов. Я уже поменял третий альт. Благо здесь капелла приобрела инструменты, я уже взял второй, третий. Они все разные и по ощущениям, и по размерам. В общем, мучают они меня бесконечно. Свои творческие успехи и успехи коллектива Олег Слепнёв оценивает положительно. Помимо родной сцены, за плечами Гродненского коллектива выступления на лучших подмостках Польши, Германии, Франции и России. Но своим самым главным критикам музыканты выделяют именно белорусского слушателя. И тут же отмечают, помимо широкой музыкальной и культурной деятельности, у оркестра своя особая миссия. Мы созданы поддержать камерно-инструментальное творчество, потому что кроме симфонической, вот как у нас исполняется музыка, то есть еще жанр камерной музыки. Вот ради этого мы вот и стоим уже столько. Поддержим этот жанр. Этот год для Гродненской капеллы юбилейный. Ей исполняется 25 лет. Но о своих творческих планах музыкальный коллектив старается не загадывать. Из ближайших проектов концерт французской камерно-инструментальной музыки в Кирхе, а также сотрудничество с Могилёвской капеллой. Но по признанию Олега Ивановича важно не где играть, а как. С душой и от души. Дмитрий Акубовский, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова